Здравствуйте. Проспект «Экологическая компания». Мы уже все проводим. Компания, например, у нас как жалоба имеется? Жалоба имеется? Эти кадры снял один из местных жителей. Двое молодых людей совершали поквартирный обход в доме номер 28А по проспекту строителей. Они интересовались у горожан качеством воды. Если жители жаловались, псевдомуниципалы предлагали им осмотреть инженерные сети, после чего предлагали приобрести у них специальные фильтры, а также услуги по их установке. Вячеслав Долгов обратил внимание на типовое удостоверение, предъявленное представителями якобы экологической компании, а именно на то, что никаких подписей и печати организации в документах не было. Вячеслав утверждает, подобные гости захаживают к ним в дом каждые две недели. Первое время я пытался с ними общаться, но ребята очень навязчивые, ребята со всех сил стараются предложить свои услуги. Это, естественно, вызывает подозрения, и вот в этот раз уже просто не сдержался. Они обошли весь подъезд до пятого этажа, постучались в каждую дверь, на камеру, ничего не стесняясь. И только после этого, опять же споря и привлекаясь, вышли из подъезда, хотя я их неоднократно просил покинуть подъезд и не стучаться к моим соседям. Благодаря бдительности Вячеслава никто из соседей не согласился на уговоры незнакомцев. Не доверять на слово таким предприимчивым гостям здесь уже привыкли даже пенсионеры. Это без конца чего-то, все предлагают и предлагают, но я не верю. Мы уже научились не верить, потому что раньше там приходили, там какую-то косметику, там однажды это все предлагали. Но мы как-то вначале купили, конечно, все на выброс. В Главном управлении ВД области подтверждают, такие схемы обмана горожан все еще популярны среди мошенников. Чаще всего они представляются сотрудниками коммунальных служб, пенсионного фонда и других муниципальных учреждений. Под видом коммунальных служб это проверка счетчиков, проверка напора воды. То есть один или два человека заходят в квартиру, отвлекают потерпевшего. В этот момент либо один из участников группы, либо третье лицо заходит в квартиру и забирает деньги. Другие уже без прикрытия просто предлагают приобрести тот или иной товар, чаще всего бытовую технику. В этом случае мошенники пытаются навязать доверчивым горожанам ширпотреб по завышенной цене, либо также, отвлекая внимание, совершают кражу. Участковый ход предупреждает о всех данных фактах, чтобы престарелые граждане не открывали дверь. А в данных случаях, соответственно, звонили по телефону 02, чтобы непосредственно оперативно смогли выехать сотрудники, задержать данных граждан и, соответственно, проверить их деятельность. Полицейские подчеркивают, благодаря профилактике многие горожане знают, как действовать в таких ситуациях. Однако остается небольшой процент людей, которые поддаются уговорам мошенников. Таким образом, за прошлый год на территории нашего региона зарегистрировано более 400 случаев такого мошенничества. Общий ущерб потерпевших составил около 5 миллионов рублей.